Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Сергей Борячук. Сергей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! У нас тут идет великая битва. Куда же, Еврик, вверх или вниз? Присоединяйтесь, на чьей стороне баррикады вы будете? Рады будем узнать. Обычно я по этому поводу имею достаточно однозначное осуждение, но сегодня придется мне посидеть на заборе, друзья мои. Не знаю, что сказать, поскольку и индекс доллара, и евро-доллар на дневном таймфрейме оба вниз, а такого не может быть. Поэтому я буду сегодня над схваткой, буду наблюдать на этот весь процесс. Но мы о нем, конечно, поговорим. Хорошо, поняли вас. Вам слово, мы все внимания. Итак, сейчас, с вашего позволения, раздам экран. Надеюсь, меня видно? Да, видно хорошо. Себя, с вашего позволения, я спрячу, дабы вы не видели, с какой кружки сегодня я к ним чаю и не буду. И поехали. Итак, начнем, как обычно, с графика евро-доллар в недельный таймфрейм. Как вы видите, в целом динамика остается вся та же, в понижательном таком наклоне. Впрочем, уже в который раз цена тестировала уровень, уровень поддержки, отскакивала и сейчас опять пытается подкрасться к нему. При том, что интересно, мы опять имеем тестирование пятой скользящей, напоминаю, это недельный таймфрейм. Мы находимся в рамках трендового движения вниз. Мы находимся ниже двухсотой скользящей. И мы медленно сползаем, сползаем, сползаем. И на сегодняшний день опять находимся в ситуации потенциал-экстрема первого типа. От открывающего ордера, правда, до потенциального стопа 190 пунктов, что для четвертого знака евро-доллар, это не так уже и мало. У нас были более вкусные, например, вот здесь, вот моменты для открытия позиций в кавычках, да, для тех, кто торгует на недельном таймфрейме, даже без кавычек. Но к чему я веду, что мы остаемся под давлением вниз. И, соответственно, внутри дня мы можем искать и на более мелких таймфреймах, ну, лучше всего внутри дня, искать короткие сигналы. Где-то сюда у нас порядка 50-60 пунктов до поддержки, которая несколько раз тестировалась. И где-то порядка 40 пунктов до стопа с точки зрения глобального движения. Но более четко мы будем говорить, вот конец торговой недели, при переходе с пятницы на понедельник, если говорим о торговле по данной стучной конфигурации. Или там барной, да, но в целом, но в целом, эта неделя будет под знаком давления вниз, как мне кажется. А в крайнем случае у нас есть, у меня есть понимание о том, что движение вверх будет ограничено 1,1350, не более чем. А вниз будет веселее и не так скучно падает. С другой стороны, посмотрите, гляньте на индекс доллара. И так индекс доллара в очередной раз убежал от скользящей средней, от линии тренда, которую мы тянем с вами без каких-либо изменений уже очень давно. То есть просто она нарисована, она лежит себе, никого не беспокоит. Цена опять, обновив максимум 2 недели тому назад, да, я не ошибся, вернулась, прорбив облако, протестировала опять 200-ю скользящую и отскочила. И на текущий момент не просто тестирует облако, а тестирует сынкову спанбе, жесткую, самую сильную линию в спектре линий индикатора режимов. Кроме того, что еще интересно, сегодня происходит попытка изменения цвета облака на понижающийся цвет. Видите, красная линия ушла вниз. У нас, возможно, сегодня возникнет первая полосочка, да, первая часть падающего облака, начало падающего облака. Цена тестирует. Мы наблюдаем сейчас формирование потенциала экстремума второго типа при условии, что не будет заброса цены за облако, не будет тестирования киджун. С моей точки зрения, это достаточно маловероятный процесс, поскольку все-таки у нас сынкову спанбе – это самое сильное сопротивление в данном случае, которое можно найти. Соответственно, можно ожидать на дневном таймфрейме в течение суток-двух повторного тестирования линии тренда. Вполне может быть, что целесообразно было бы немножко эту линию скорректировать, да, проведя ее более полога. Но, с моей точки зрения, это сейчас не принципиальный момент. Почему? Нам ее подхватит на текущий момент, эту коррекцию заменит динамика двухсотисказящей средней. Соответственно, что мы можем говорить? О том, что есть смысл рассматривать возможность торгов вниз, теоретически вниз, да, начиная от ордера, ну, говори так, было бы, был бы смысл, начиная от установки ордера ниже минимума пятничной свечи, сейчас я скажу, это сколько, лоу, 95.65, вот ниже, да, со стопом 96.25, а еще лучше, что там у нас, 96.37, 96.38. Но, друзья мои, это было бы так, если бы у нас впереди, повторюсь, не было линии тренда и двухсотой. Сейчас у нас цена находится между облаком, между линией киджун, то есть ниже облака, ниже линии киджун, но с другой стороны выше линии тренда и выше двухсотой. И вот эта вся амплитуда, вот эта вся область, где цена спокойно может себе более-менее спокойно двигаться, постепенно зажимается в треугольник. Поэтому пока цена находится выше двухсотой, но ниже облака, ниже киджун, с моей точки зрения на дневном таймфрейме, все же лучше посидеть на заборе и не спешить открывать то ли длинную, то ли короткую позицию. Давайте просто будем ждать развития, тем более, что у нас есть особо агрессивные трейдеры могут рассматривать возможности внутри дневной торговли, а более консервативные трейдеры могут поискать себе другие сигналы, у нас очень много инструментов предлагают либо групп, ну а кому недостаточно, ради бога, очень много есть брокеров, которые предлагают более другие инструменты. Ну, вернемся к нашим свечам, 4 часа. 4 часа цена, смотрите, мечется в каком сверхузском диапазоне. Сама по себе ситуация мне лично напоминает формирование флага. Так, флажочка вот такого вот. По графику у нас сейчас экстремум, но нельзя сказать пока какой. При прорыве пятой скользящей мы говорим о возможности дальнейшего движения вниз. Цена будет ниже пятой, ниже двухсотой, но на текущий момент цена и между двухсотой, и между пятой. Если мы исходим из того, что у нас идет трендовое движение вверх, мы видим один флаг, второй флаг, то фактически следующая гребка – это высота вот этой вот зеленой свечи. И, соответственно, у нас до открытия американской сессии, сейчас у меня время сервера торгового 14, да, плюс 4 часа. Ну, то есть закрытие текущей свечи и формирование следующей свечи. Соответственно, по закрытию следующей свечи стоит рассмотреть возможность прорыва высоты фигуры. Сейчас сложно сказать, где произойдет прорыв, но если произойдет, то вот, например, здесь, где-то, да. И торговли до максимума небольшая коррекция. Где-то сюда оно красиво все пляшет. Ну, или, естественно, если за эти две свечи цена уйдет вниз и начнет тестировать пятую скользящую, тогда на потенциале экстрема мы можем попытаться поработать, возможно, перейдя на более мелкий таймфрейм вниз до ближайшей поддержки. Вот она, это 95.75. Вот такие у нас перспективы по индексу доллара. Что же, сейчас, друзья, я еще его все-таки отправлю на 4 часа, чтобы он нам не мешал, да, в дальнейшем. А дальше. Евродоллар на текущий момент также находится ниже облака. Облако резко сокращается и даже, возможно, завтра, послезавтра будет попытка изменения цвета облака в зависимости от динамики цены. При этом у нас сейчас идет тестирование Киджун в перспективе тестирования облака. Цена находится под облаком, но обратите внимание на линию Чинкова. Она над ценой и завтра, возможно, будет над ценой или войдет в график цены. То есть она генерирует нейтральный сигнал. Поэтому говорить о том, чтобы у нас будет какой-то прорыв и сильное движение вниз или вверх, тоже не приходится. Да, цена находится под облаком, цена находится под 200, что говорит о том, что мы скорее ориентированы на движение вниз. Однако, порядок линий, графическая составляющая, все это говорит о том, что на текущий момент преждевременно говорить о торговле внизу. Но, если у вас есть уверенность в этом, можно попытаться отработать отбой от линии Киджун. В данном случае это будет установка открывающего ордера ниже минимума свечи, которая возникла, сформировалась в пятницу. Но в таком случае будет очень сложно установить защитный ордер, поскольку нет органического уровня. У нас есть базовая рекомендация ставить за максимумом, за экстремумом и желательно выше Киджун. Но в данном случае Киджун попадает прямо внутрь одной из свечей и при движении вниз возможны некоторые коррекционные всплески, которые зацепят наш стоп. То есть, опять же, при превалировании, при возможности оппозиции вниз, при давлении на график цены с точки зрения линий, как линий и шишемоку, так и двухсотой скользящей, у нас нет естественных удобных уровней для установки защитного ордера, да, с открывающим, да, защитным нет. Поэтому целесообразно подождать возникновение ближайшего торгового сигнала с естественными уровнями. Что это будет? Если у нас с вами цена все-таки не отобьется от Киджун, а пойдет в сторону Сынкову спан А, можно попытаться поймать отбой от облака. Кроме того, в ближайшее время у нас, возможно, сформируется при скольжении цены вдоль облака, сформируется следующий торговый сигнал, это прорыв линий Чинкову график цены, графика цены, да, это будет короткий сигнал. То есть на текущий момент у нас и по евро нет нормального, хорошего, короткого сигнала, однако евро мы наблюдаем, поскольку на дневном экране, поскольку в ближайшее время можно ожидать формирования экстремума первого порядка, потенциала экстремума первого порядка для торговых низ, на отбое облака или после формирования сигнала прорыва линии Чинкову графика цены. А там уже дальше, смотри, появится и мертвый крест, извините, золотой крест, да, у основания рынка, сильный сигнал продолжения. То есть евро становится достаточно интересным инструментом для торговли вниз, повторюсь, при появлении хорошего момента для открытия сделки. Не надо искать, да, где бы открыться. Там завтра, может быть, послезавтра сформируется или сформируется сигнал, или мы увидим движение в сторону тестирования облака, или нет, даже не облака, а СНКУ спанбэ. Поэтому на дневном таймфрейме евро мы, хотя и сидим на заборе почти так же, как на индексе доллара, но еще при этом мы берем его в область постоянного мониторинга для поиска коротких позиций. На четырехчасовом таймфрейме цена сейчас находится ниже двухсотой, ниже пятой, и сейчас формирует потенциал экстрема первого типа. По закрытию этой свечи, с точки зрения отбоя или там теста пятой скользящей средней, возможно установка открывающего ордера ниже текущей свечи после ее закрытия, конечно же. С защитным ордером выше максимума текущей свечи это расстояние 25 пунктов, с перспективой ближайшего расстояния это 28, то есть 1 к 1, но дальше посмотрите, тут очень интересные две цели возникают. 1.12.20 и 1.1.70, ну пусть 80, то есть у нас есть куда побегать в случае, если все-таки цена на внутреннем таймфрейме начнет движение вниз. Опять же, здесь у нас с вами есть так званая фигура начала движения, я думаю, вы ее видите, это неудавшийся размах, вот его высота, вот точка шеи, вот линия шеи, вот ее прорыв. Фигура отработана на 50%, дальше формируется отскок, формируется некий, ну, коррекция и в дальнейшем возможно движение вниз. Можно для удобства, наверное, что-то у меня осталось точно, нарисовать дополнительную линию или там дополнительный трендовый канал, пока он выглядит таким образом, но после формирования потенциала его можно скорректировать с УЗИ существенно, но пока он выглядит таким образом. И вот наши рамки, даже нет, вот наши рамки ценового движения, можно его наблюдать. Но, в принципе, в данном случае пятое скользящее достаточно красиво описывает движение цены. Для тех, кто предпочитает более консервативный способ торговли, открывающий ордер ниже минимума рынка, защитный ордер выше максимума или выше высокой скользящей. При самых консервативных подходах 68 к 93, 1,5, не самое вкусное торговое решение, все же рассмотрите возможность попытки войти в короткую позицию на вот этом вот потенциале. Достаточно интересный момент, особенно, что это происходит именно сейчас, а достаточно редко нам удается увидеть формирование торгового сигнала в момент его формирования, а не в момент описания принятия торгового решения. Случайно переключился надчасовой таймфрейм, посмотрите, у нас здесь идет несущественный рост, можно его отсечь. Данная линия нас интересует до 4-х часового таймфрейма, не выше. Прорыв пятый скользящий, прорыв данной линии тренда, если ее можно назвать линией тренда, почему бы и нет. И будет наш с вами торговый сигнал вниз. А пока ли цена внутри восходящего канала, между пятой и двухсотой, мы с вами не торгуем. Так, друзья мои. Дальше. Британский фонд на текущий момент. Прошлый четверг сформировал длинный сигнал, и мы находимся в рамках этого сигнала. Это было тестирование Сенкову Спанбе с корректным уровнем для установки открывающего ордера. Но ни пятничная свеча, ни сегодняшняя свеча еще не зацепила, не создала факт открытия позиций. С другой стороны, сейчас вскакивать на экстремуме, с моей точки зрения, в принципе, это не есть, это не поздно. Но с другой стороны, как таковой сигнал и потенциал, и сам экстремум уже завершен. Поэтому вам принимать ощущение, но при закрытии свечи в четверг сформировался длинный сигнал, и формально он сохранен до сих пор. При этом цена находится выше, 200-й выше, облако растущее, расширяющееся, да. И у нас с вами есть что? Цель – это максимум рынка. Первая цель – соотношение, конечно, не один к одному и не два к одному. Но в случае его прорыва, там дальше у нас есть уже спектр уровней, да, которые показывают, куда будет двигаться цена. Поэтому на дневном таймфрейме достаточно интересно и вкусно выглядит сегодняшняя ситуация. Если вас не страшит торговля вдогон, начало движения, можно установить открывающий код. У нас 230 пунктов будет стоп-лосс, и не забывайте, что это должно быть не более чем 3, максимум 5% от вашего депозита. Внутри дня на 4-шестовом таймфрейме у нас с вами уже реализовался длинный торговый сигнал. Внутри дневной мы уже сидим на заборе и ждем что-то вкусненького. Цена находится выше 5-й, выше 200-й, но торговый сигнал сформирован был прошлой свечой. На текущий момент уже мы вне торгового сигнала. Устанавливать открывающий код можно по закрытию этой свечи, выше максимума текущей свечи. Но это будет в догонку, прыжок в догонку. Далеко не всегда является успешным. С моей точки зрения торговые сигналы, как электрички, не надо догонять, может, скорее всего, не догоните, а новый будет рано или поздно обязательно. Так, канадский доллар на сегодняшний день формально отбился от киджун, находится выше облака. Данная ситуация, двойное основание, может рассматриваться как тестирование и отбой от облака. Облако растущее начинает расширяться. Чинкоу выше графика цены. Сама цена выше всех линий, которые есть, включая выше 200-й скользящий. А также у нас есть с вами достаточно давно проведена линия тренга, я ее немножко облиню, и выше данной линии. Все говорит о том, что можно рассматривать возможность длинной сделки, но торгового сигнала, ни свечной конфигурации, ни экстрема нет. Нам надо дождаться теста. На текущий момент у нас только одно, что может быть тест, это СМПО Успан-Б, и от него уже рассматривать возможность торговли в длинную сторону. В целом, инструмент говорит о росте. Росте, и я думаю, что если мы с вами вот эту вот линию перенесем сюда, нам будет намного удобнее наблюдать за рынком. Вот как-то так. Дальше. Внутри дня на 4-х часовом таймфрейме. На прошлой свече был длинный сигнал, он уже актуализирован, и торговать здесь нечего, хотя цена находится выше 5-й, выше 200-й. И мы сидим, наблюдаем на заборе, или можно, конечно, опять же сбежать, вскочить в уходящую электричку, но это, с моей точки зрения, чревато. Предлагаю по канадскому доллару пока посидеть просто на заборе. Австралиец в облаке, облако поменяло свой цвет, и сейчас, возможно, кто опять поменяет свой цвет. Мы находимся ниже 200-й, у нас сейчас диджунтенкан соркнулись в одну линию, и у нас сейчас Чинков в графике цены. У нас полностью нейтральный сигнал по данному инструменту, есть только одно понимание, что мы находимся под давлением вниз, в глобальном контексте цена движется вниз. То есть торговых сигналов нет на дневном таймфрейме, по австралийцу мы сидим на заборе. На дневном таймфрейме сейчас формируется вполне уместный короткий сигнал по закрытию текущей свечи. У нас с вами длинную сторону рынка мы не рассматриваем, поскольку цена будет хоть и выше 200-й и выше 5-й, 5-я находится ниже 200-й. Но, однако, в случае, если у нас будет просто тест 200-й, после чего следующей свечой цена развернется и уйдет ниже, вниз, ниже 5-й, мы получим ценовое движение до ближайшей поддержки как минимум. Вот она наша ближайшая поддержка. Вот следующий. Ну, тут на самом деле целый спектр поддержек. Вот. Торговать все равно надо минимум. Соответственно, можно рассмотреть возможное открытие позиции на экстремуме. 21 пункт, 22 пункта стоп, 27 пунктов тейп. Ну, где-то так, один к одному. Смотрится вкусно, да, я, собственно говоря, и хотел порекомендовать. Но, друзья мои, обратите внимание, у нас с вами в момент открытия позиции цена может остаться надскользящей. То есть, ну, не очень хорошее, не очень хороший момент. Даже не знаю, наверное, лучше все-таки посидеть на заборе. Новозеландец. Новозеландец сейчас выше облака. Ченкову над графиком цены. Облако перестало развиваться, но растущее. Киджун, тенкан идут параллельно. Торгового сигнала нет. Друзья мои, просто наблюдаем за активом. Четыре часа. Цена сбивается в некий флажок. Даже сейчас его тестируют на прочность. Обратите внимание, формируется потенциал экстремума второго типа. Открывающий ордер ниже минимума вот этой свечи, что сейчас пытается прорвать облако, извините, в верхнюю диагональ треугольника. Открывающий ордер может быть ниже диагонали, нижней диагонали треугольника. И вот, собственно говоря, у нас с вами, если это флаг, высота фигуры. Но что нам мешает? Мы находим, будем пытаться торговать против двухсотой скользящей. Если вы готовы, я нет. Поэтому просто наблюдаем график цены, а новозеландец нам тоже не интересен для принятия торгового решения. Как на дневном, так и на внутридневном таймфрейме. Йена. Йена сейчас тестирует облако. Облако сужается. Цена находится над облаком. График Чинкоу пробил облако 200 тысячи назад, в четверг пробил облако. Нет, в пятницу все же пробил облако. Что говорит о давлении вниз? Двухсотая говорит о давлении вниз. И отсутствие роста облака говорит, что мы находимся в офлете. Мы пробили базовую линию тренда. Соответственно, можно думать о возможности торговых вверх, но все же, с моей точки зрения, целесообразно об этом разговаривать после прорыва Киджун и выхода линии Тенкан за линию Киджун. Или же при прорыве облака, при прорыве Сенкову Спанбе и тесте Сенкову Спанбе снизу вверх. Вот на отбое от Сенкову Спанбе можно будет работать вниз. На текущий момент доллар и иена не являются на дневном таймфрэме интересным активом. Через часа, друзья мои, сформирован потенциал экстремума первого типа. Тут у меня какой-то, да, достаточно широкий обрыв получился без внутренних уровней. Так, что мы имеем? Цена ниже пятой, ниже двухсотой. Прорванная в предыдущей линии тренда. И сформированная на 3-часовом таймфрэме явно выражена нисходящая тенденция. Открывающий ордер ниже минимума прошлой свечи. Защитный ордер выше максимума свечи и выше линии тренда. Возможно, выше пятой скользящей. Топически все где-то одно и то же плюс-минус пару пунктов. С тейком. Первый тейк, да, отвратительный. 2 к 1. Не в пользу. Даже хуже немножечко. Зато, да, следующий тейк – это 3 к 1. То есть можно рассмотреть возможность попытки войти в позицию на прорыве минимума прошлой вот этой вот растущей свечи. Предыдущей свечи. На отбой от предыдущего уровня, на отбой от 3-д тренда, на тесте пятой скользящей. Вот где-то здесь можно попытаться войти вниз. Достаточно интересно, перспективное ценовое движение до следующего уровня. Особенно если рассмотреть, что вот это у нас консолидация в виде расширяющегося симметичного треугольника. Извините, деконсолидация в виде расширяющегося симметичного треугольника. Вот это вот у нас будет следующее зетообразное движение. Вот это вот древка, которая есть высота, фактически высота всего, высота канала. Если ее переместить сюда, она точно так же ляжет. Точно так же ляжет. Ну вот где-то, вот так вот. И, соответственно, можно здесь что-то попытаться поймать. Достаточно интересный момент на 4-часовом таймфрейме для открытия короткой позиции. Следующий инструмент – это кросс. Нет, да, это кросс, остались в новозеландец. Расширяющиеся, ну, правда, последние трое, если честно, последние три свечи мы, я не наблюдаю, облако не рисует расширение. Мы находимся ниже облака. Мы находимся в фазе парада линий. В фазе парада линий облака, под облаком линия Киджун, под Киджун линия Тенка. А, Ченкову ниже графика цены. И, как я уже говорил, а и цена ниже, ниже всего, что здесь есть. Классика, то есть мой торговый подход требует формирования потенциала, то есть теста или пятой, извините, теста или линии Тенкан, или в данном случае линии Киджун и облака и Сенкову спамбе. Это одна-две свечи, если будет тест. Или в торговле на прорыве минимума рынка. С установкой защитного ордера выше локального максимума или в данном случае выше Сенкову спамбе или Линии Киджун. То есть у нас здесь есть двойственность подхода. Можно использовать или классический подход, или ожидать свечу 2-3 для открытия короткой позиции. В целом, повторюсь, ценой находится в нисходящей тенденции под давлением вниз. А все говорит о том, что мы будем медленно продолжать сползание вниз. Кто работает с австралийцем, ну, с парой австралийц-Новозеландец, обратите на нее внимание, на дневном таймфрейме. Очень интересный момент. На четырехчасовом таймфрейме сейчас цена находится ниже пятой, ниже двухсотой, пятая, ниже двухсотая, ниже двухсотой, и формируется потенциал экстремума первого типа. Максимум выше предыдущего, минимум априори выше предыдущего, вне зависимости от того, где закончится формирование данной свечи. Исключение обновится минимум предыдущей свечи. Соответственно, по закрытой текущей свечи можно рассмотреть возможность установки ордера ниже минимума текущей свечи или ниже минимума предыдущей свечи. Со стопом одинаковым, только будет разный, с одинаковым на одинаковом уровне. В первом случае это будет 11, там 15 пунктов, в второй случае 32 пункта. С перспективой не менее чем 45 пунктов. Обратите внимание, кросс внутри дня достаточно интересен для торговли в месяц. Доллар мексиканский Песо на текущий момент, обратите внимание, сформировал несходящее облако, которое расширяется, тестирует на текущий момент линию Киджун, тестирует предыдущую линию тренда снизу вверх и сформировал кухензал экстремума первого типа в ночь с пятницы на понедельник. По закрытию пятничной свечи. Возможно, сегодня будет тестирование именно касания СНК-Тичур или СНК-Успан-А, что сформирует потенциал экстремума первого типа, обновит его. Соответственно, мы можем говорить об установке ордера ниже минимума пятничной свечи, с защитным ордером выше максимума пятничной свечи. Ну, а с целями здесь у нас все достаточно просто. Первая цель – это первый уровень, потом второй уровень. Ну, а дальше у нас с вами тут есть на что смотреть. Переход в безубы, так и дальнейшее движение. Обращая внимание, мексиканский песо перспективен для коротких торгов на дневном тренциале. Внутри дня на текущий момент цена зажимается в треугольничек, вернее, это горлышко бутылки, да, сформированный линией, предыдущей линией тренда и ограниченный сверху и снизу, пятой и двухсотой скользящей. На четырехчасовке данный инструмент малоперспективен для принятия торговых решений в течение нескольких таймфреймов, нескольких свечей. Фунт-иена находится между киджун и тенка и является прилипшим к двухсотой скользящей. Пока мы не отлипнем от двухсотой скользящей, хотя в целом, да, мы сейчас наблюдаем попытку отрыва, но пока мы не отлипнем от двухсотой скользящей, а именно не перейдем выше линии тенка, нам не приходится говорить об ответе длинной позиции. Как минимум на текущий момент времени. С другой стороны, это высоковолатильный актив, поэтому на нем есть смысл наблюдать. Возможно, сформируется сегодня, вернее, завтра-послезавтра сформируется длинный сигнал. Давайте фунт-иен будем просто наблюдать. На четырех часах, посмотрите, резкое падение, и дальше у нас с вами идет очень интересное формирование. Это клин. Хотя на самом деле клин пока еще не сформирован, нам надо дождаться, чем закончится вот это вот счастье. Раньше здесь был симметричный треугольник, вот он был раньше. Вот, был симметричный треугольник, а цена его прорвала. И сейчас тестирует двухсотную скользящую. Если у нас тест будет не... Ну и, соответственно, да, извините, я немножко перескочил. Вот, сейчас я его сформирую. Индва, вот высота фигуры графической. Прорыв вверх. Прорыв вниз. Четыре часа. Вот, да, картинка. Так вот, вот наш симметричный треугольник. Если цена прорвет двухсотную, зафиксируется выше, и за это время там одна-две свечи подтянется, пятая скользящая, мы можем говорить о коррекционном движении вот этого размаха. Если же произойдет удар, ну, заброс за двухсотную с возвратом ее вниз, то мы забываем о треугольнике и говорим о клине. А в таком случае клин обычно прорывается в сторону противоположную от вектора формирования. То есть он будет прорываться вниз. И начинается интенсивное падение, построенное на древке, я имею в виду с графической точки зрения построение, да, на древке, извините, кашель давит, на древке вот это вот падение. То есть это будет неглубокая коррекция, которая закончится прорывом линии клина, нижней и движением вниз. Движение будет, обычно происходит при прорыве клина, такое же интенсивное, как здесь вот. И мы с вами видим и высоту клина, с вашего позволения, я его пересчитаю вниз уже. Да, то есть у нас, ну, оно совпадает с треугольником на самом деле. Да, принципиальных моментов нет. Прорыв, движение вниз, переход без убыток. Итак, посмотрим, что здесь дальше будет формироваться. Поэтому фунт Е на 4 часа становится достаточно инструментом интересным для наблюдения и принятия торгового решения. Возможно, через 4 по закрытию текущей свечи плюс следующая свеча. Обратите на него внимание, достаточно интересный инструмент. Если вас не волнует волатильность и спрят, который в данном инструменте достаточно широкий. Так. Одну секундочку, я хочу ситуацию сохранить для обсуждения при нашей следующей встрече. Тут, по-моему, 4 часа уже есть. Нет. Нет. Не то. Так, идем дальше, друзья. Следующий инструмент, который мы с вами будем рассматривать, это рубль. Дайте внимание, рубль укрепился очень существенно за достаточно большой срок. А если отбросить вот эти вот тени, хотя я противник такого, да, так вообще, ого-го, как рубль укрепился. Однако, после этого, естественно, началась коррекция, тестирование одного из предыдущих уровней. Облако у нас с вами расширяется, падающее расширяется. Цена находится в фазе пародоления, Чемкову ниже графика цены. И вот эти волатильности, если вас не смущают, может быть, впервые за время, что мы с вами общаемся в рамках проекта Игоря, я могу посоветовать, или как сказать, что сформировался неплохой короткий сигнал в фазе пародолений, облако Киджуртенкан, график цены. Потенциал экстремума первого типа, открывающий ордер ниже минимума пятничной свечи, фиксирующий убыток, ордер выше максимума той же пятничной свечи. А ближайшая цель, да, это предыдущий минимум диапазона с переносом без убыток при прохождении каждого из предыдущих уровней. Все они тем или иным образом играли, а значит могут заиграть как поддержка или как сопротивление. То есть входим в позицию, переходим в без убыток, хотя возможно это будет игра в никуда, поскольку все-таки вот такие большие тени могут просто снести защитный ордер. Что же, для этого существует риск и для этого существует без убыток. Те, кто начнут играть рублем, кто попытаются в нем заработать, просто несут повышенные риски. На 4-6 таймфрейме у нас сейчас цена ниже 200-й, выше 5-й, тестирует одну из системных поддержек и формирует потенциал экстремного первого типа. Торговать от 5-й струн 200-й по рублю я советовать, конечно, не буду. Сидим на заборе, ждем прорыва 5-й скользящей и там уже формирование и тестирование уровня 64-30 и с возможностью торговать вниз до ближайшего, до ближайшей поддержки. Как-то так. Вот что нам рисует рубль. Два слова о нефти. Друзья мои, растущее, расширяющееся облако, потенциал экстремного первого типа, но с залипанием, а возможно не залипанием, а просто тестированием, извините, 200-й скользящий след. На текущий момент, если говорить о длинном сигнале, он представляет из себя парад линий, отбой от 200-й, совпадающий с отбоем от линии Тенкан и является собой установку открывающего ордера выше 5-й свечи или выше максимума рынка. Вот он, да? С защитным ордером ниже минимума или ниже линии Хиджум в зависимости от вашей торговой стратегии. Ни в коем случае на сегодняшний день мы не торгуем коротко. Можно попытаться войти в дознательно тяканом месте для длинной позиции. С другой стороны, целесообразно возможно дождаться прорыва максимума, теста вот этого уровня максимума и на нем уже. Работать вверх. Тут решать вам. Но реально нет всего, вернее в пятницу сгенерировало вкусный достаточно сегмент. Достаточно вкусный сигнал. И хочу напомнить, да, что из-за определенного конфликта, перманентного конфликта между Венесуэлой и прочим миром, который экспортировал нефть из Венесуэлы, да, из-за продолжения отсутствия поставок, производится некая, хотя бы чисто физическая, ну, и не физическая, как свои правила, моральная поддержка, психологическая поддержка котировкам на нефть на сегодняшний день. А тем более, что там какие-то тучи вроде бы как непроверенным данным сгущаются в Венесуэле, соответственно, вполне может быть, что цена на нефть будет поддерживаться слухами и фактами из этого государства. Поэтому обращаем на нефть очень пристальное внимание. Четыре часа цена находится между пятой и двухсотой. Внутри дня сидим на заборе и наблюдаем за дневной динамикой. Золото. Медленно выползло из облака. Данное движение мы можем считать коррекцией, поскольку цена находится над облаком, но облако остается понижающимся. Видите? Буквально, возможно, сегодня, возможно, завтра, течение нескольких дней, оно изменит цвет. И, соответственно, на изменении цвета можно говорить о формировании длинной позиции. Следующим сигналом у нас будет с вами, скорее всего, судя по динамике, это золотой крест на решение рынка. А также где-то там у нас на подходе прорыв линии Ченкову. Графика цены, посмотрите, цена Ченкову заползла и ползет себе спокойненько внутри. То есть у нас до этого сигнала при подобной дальнейшей динамике остается еще не менее чем 5 торговых дней, может быть 6. Соответственно, у нас здесь есть некий потенциал набора торговых длинных торговых сигналов. На текущий момент торгового сигнала нет, он был сформирован в пятницу на отборе от облака и уже реализован как торговый сигнал, входить некуда, друзья мои. Нам необходимо ждать или формирование любого сигнала направления, например, изменения цвета облака, там еще чего-либо, и тогда или прорыв максимума, или потенциал экстремума, ну или ждать формирования потенциала экстремума. То есть золото дневной таймфрейм, наблюдая, но торговать поздно. 4 часа цена выше 5, выше 200, выше 5, 5 выше 200, но цена растет и на текущий момент не дает нам с вами торговые сигналы. Здесь я наблюдаю что-то похожее, я даже не могу сказать, является ли это отбитая атака, еще нет, конечно. Ну в общем, в любом случае, 1, 2, 3, 4, 5 растущих 4-часовых свечей подряд, а с точки зрения, в принципе, динамики, то у нас с вами 10 подряд растущих свечей с несущественным коррекционным движением. Подразумевают коррекционное движение рано или поздно, тестирование 5-й скользящий, и вот тут можно будет попытаться поискать длинный сигнал. Тем, кто особенно не терпится и есть опыт в торгах, можно посмотреть на открытие длинной позиции на прорыве максимума, но я в данном случае этого не советую. Давайте дождемся любого коррекционного движения. Если же цена будет бежать вверх дальше, мы все же доживаемся, потому что прорыва максимума рынка, коррекции, теста, сопротивление, которое на тот момент станет поддержкой, и тогда будем работать в длинную сторону. Так, дальше. Серебро. Друзья мои, облако плоское, без динамики, цена внутри облака, между Кичун и Кенка, и Чинкову находится ниже графика цены, но если у нас продлится рост хотя бы до предыдущего максимума, то мы вползем в график. То есть серебро полностью нейтральный инструмент, и мы с ним не работаем ни в какую сторону. Обратите внимание на построение с точки зрения графического анализа, хотя считается, что Кичун – самый достаточный инструмент, нет смысла избегать взгляда на поддержки сопротивления. В данном случае у нас есть клин. Вот поддержка клина, вот сопротивление клина. Ничего, вот же нарисовать. Тем более, Кир по умолчанию, ну почему бы и не. Данный инструмент обычно прорывается, как я уже говорил сегодня раньше, в сторону, противоположную от вектора формирования. Соответственно, движение вниз, удар о 200-ю, удар о Синкову спан-Б, мы не торгуем, ждем, это очень сильное сопротивление. Выход вниз, тест Синкову спан-Б снизу вверх, и там мы уже можем пытаться найти что-то вниз. Прорыв Синкову спан-Б сформирует новую линию тренда, и мы начнем работать вниз. Вот это, с моей точки зрения, достаточно интересный сценарий. А пока сидим на заборе. С другой стороны, да, это выход цены из облака вверх, прорыв киджо, формирование что-то здесь тестирующего, возврат в рамки предыдущего тренда, и тогда мы пытаемся торговать вниз. Исходя из этого, пока цена на серебро выше 15,2 и ниже 15,8, просто сидим на заборе. На четырехчасовом таймфрейме сейчас цена выше пятой, выше двухсотой, и дальнейшая логика аналогична внутри дневной логики золота. Да, у нас меньше всего-навсего 4, пятая свеча растущая, там было 10, да, но в принципе, коррекционное движение, тест пятый, совпадающий с тестом двухсотой, и отбой от них дает нам с вами возможность торговать в длинную сторону, поскольку у нас насходящая тенденция. Но до рамок ограниченных, видите, вот здесь у нас сейчас идет тест поддержки, до рамок ограниченных предыдущим максимумом или линией канала, но лучше предыдущим максимумом, тем более, что он достаточно, нет, это не он, я ошибся, это вот этот уровень, да, всю эту линию мы не рисуем. Ну, она не нужна, в принципе, на всякий случай. Вот, вот как мне видится серебро внутри дня, повторюсь, в случае коррекции двухсотой и пятой, ну, у нас интересует, что и двухсотой, на самом деле, коррекции до двухсотой, отбой от нее, можно пытаться поработать в длинную сторону до максимума, но не более чем, да, как-то так. СНП-500, у, как все здесь поменялось. Друзья, мы у нас скорректировались в параметре канала. Дальше, растущее, расширяющееся облако, цена над облаком, облако Ки Джун Кен Кан, Чин Коу над графиком цены, мы внутри восходящего канала. Формируется потенциал экстремума первого типа, длинный сигнал, какие уровни, наверное, стоило бы почистить. Слегансан, да. А так, самую малость. Ух ты. У нас есть с вами сейчас здесь сопротивление, которое цена видела раньше, есть линия ТНК, открывающий ордер выше, выше ТНК, торгуем потенциал экстремума, ниже Ки Джун, ниже минимума. Это порядка 4200 пунктов, и у нас ближайший 5 профиль, или частичное закрытие 3,5, что уже вкусно, а там дальше 5 и больше, 5 и больше, да, есть куда, друзья мои, расти. То есть S&P сегодня в полночь вполне может сгенерировать очень вкусный длинный сигнал. Посмотрим целесообразно его понаблюдать. На 4-часовом таймфрейме у нас сейчас ситуация такова. Формируется в данный момент времени короткий сигнал. Данный короткий сигнал представляет себя потенциал экстрема первого типа, направленный против, против 200. С учетом дневного таймфрейма, да, вот здесь вот у нас уже есть, сформировался повешенный у основания рынка, с явно выраженным минимумом, да, тенью. Вот это, собственно говоря, тень, наверное, нежная, что я много зацепил. Ну, на самом деле не важно. Важно, что я бы не рекомендовал внутри дня пробовать работать против дневной тенденции. Поэтому S&P 500 наблюдаем и сегодня в помощь, возможно, рассматриваем возможность установки, извините за татологию, длинного ордера на длинную позицию выше линии ТНК со стопом ниже ки-джун и ниже минимума сегодняшнего. Сегодняшнего минимума. Так, извините, Nikkei 225, цена находится в облаке и пытается выскочить за Сенкову спану B, впереди у нас 0,02, облако у нас сокращается, что говорить о коррекции, и Сенкову в графике цены. В целом, нейтральный сигнал. Конечно, можно попытаться поторговать отбой от облака, отбой от Сенкову спан А, но посмотрите, у нас ки-джун, тен-кан, все говорит, 200-е, прорыв линии тренда, все говорит о том, что актив скорее под нисходящим давлением, и мы сейчас имеем формирование потенциала не в сторону роста, а в сторону тестирования предыдущих сопротивлений и поддержек, которые с тем, кто сопротивляется. На дневном таймфрейме 225 Nikkei неинтересен для принятия торговых решений. В то же время, внутри дня мы находимся ниже пятой, ниже двухсотой и формируем потенциал экстремного первого типа. Картинка один в один с точки зрения сличной конфигурации, как на S&P. Вниз вроде бы как не очень. Но, друзья мои, здесь мы находимся внутри облака и ограничены только поддержкой, минимум рынка. Все остальное давит на актив сверху вниз. Повторюсь, коррекция облака сокращается. Мы тестировали линию тренда. Мы находимся ниже диджун, мы находимся ниже тен-кан, мы находимся ниже двухсотой. Мы вне тренда предыдущего тренда. Поэтому можно рассмотреть, если вам интересно поработать в азиатскую сессию, ну или хотя бы в американскую, поскольку по Nikkei волатильность уже растет, начинает в азиатскую сессию и достигает своего пика в тихоокеанскую. Здесь можно подумать над короткими торговыми решениями до предыдущего минимума. Вот сюда. Или до какого-то еще предыдущего. Цена его видела. Ну тут у нас есть достаточно много уровней, а в зависимости от вашего таймфрейма и вашей размере. Я не буду здесь много рисовать. Вот как-то так. Ну и, друзья мои, одним взглядом на биток, он остается выше облака, он остается выше двухсотой, но явно перешел в коррекцию с точки зрения текущего состояния. Облака не растет. Цена ниже Kijun-Tenkang и Чинькоу графики цены. Исходя из данной логики, биток скорее ориентирован вниз, но до облака, а в крайнем случае до Чинькоу-Спанбе. Верх пока рассматривать его рано. Но, в принципе, картинка достаточно такая пессимистическая, особенно с учетом того, что у нас в субботу-воскресенье нет отображений. Здесь было некое еще ценовое ориентирование. Небольшое, которое больше превращает фигурку в голову. Правда, я видел сегодня комментарий по поводу данной логической фигуры, однако, вот с моей точки зрения, биток настроен скорее вниз, чем вверх. И оптимистическим смотрится только 200С. На дневном таймфрейме биток на ходе уже пробил, посмотрите, верхнюю часть треугольника. Сейчас пытается то ли оттестировать пятую и вырваться за ленью тренда, то ли сформировать, что и клиента. Будем наблюдать. Биток очень интересный инструмент для наблюдения, друзья мои. С торгами сложнее, а вот для наблюдения очень интересный. На этом у меня на сегодня все. Хорошо, спасибо. И если есть вопросы, я готов на них ответить. Хорошо, спасибо большое. Сергей, как прошла ваша неделя с точки зрения доходности по всем счетам? Ничего особенного не было. Цена, у меня есть две открытые позиции. Цена у них теребается, то есть пока оплачиваю слог брокеру и все. Ничего хорошего, ну, не хорошего, не плохого. Ждем какого-то ценового движения. На текущий момент, вот по результатам сегодняшнего с вами анализа, я не увидел яркого сигнала для того, чтобы закрыть окно из этих вот нулевых позиций и вхождение в новую позицию. Пока буду наблюдать за рынком, посмотрим, что будет где-то в среде. Думаю, что в среде сформируется или пойдет сильное движение, или сформируется еще парочку хороших денег. По моих подходах, хороших средств. Ясненько. Поняли вас. Спасибо, Сергей, вам за ваш обзор и комментарии. Вам хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь, спасибо, коллеги. Вам всем профитов, запланированных профитов и хороших ценовых движений. Пока-пока. Спасибо, до свидания.